графики сегодня мы с вами поговорим о графиках очень часто появляется вопрос у новичка инвестором еще что-то нужен ли график да и что вообще с ним делать и вот в этом ролике я постараюсь ответить на вопрос нужен ли график для инвестора и что вообще с ним делать для обычного инвестора да вот предположим что вы работаете на работе там врач научный сотрудник юрист ну в общем не финансиста вы просто хотите разместить свои средства да то есть там сформировать свои целевые фонды и чтобы этого работал на вас то я вам хочу сказать одну простую истину то вам графики как по большому счету вообще никак не нужны для чего нужны тогда графики и хочет читать есть целые курсы где научу читать график уровне поддержки сопротивления и так далее все это нужно а для спекуляций и б для возможно каких-то активных инвестиций где-то определяешь какие-то зоны для входа в рынок вот но хочу сказать такую вещь что да график это безусловно здорово то есть и в своей деятельности например да несмотря на то что я транслирую подход разумного инвестора в том формате что нужно распределить капитал по фондам и целевому назначению до нужно сформировать индексные портфели вести ребалансировать не обращать внимание на новости не смотреть не угадывать точку входа в рынок когда я занимаюсь спекуляциями есть специально отведенный для этого капитал до который я грубо говоря мог бы пойти прогулять или там в казино проиграть да но я себе выделил именно для вот такого времяпровождения вдруг получится да то есть ну и соответственно там допустим там последние несколько лет получалось да и получается и соответственно я просто увеличиваю до свои целевые фонды несколько более быстрыми темпами если в какой-то момент времени не получится ну ладно как бы бывает соответственно именно для спекуляций график он конечно же необходим да то есть как бы технический анализ но я хочу сказать что график это не единственное да что необходимо то есть для того чтобы успешно спекулировать нужно обладать еще некоторым другим набором качеств которые к сожалению не всем доступны потому что если мы будем рассматривать спекуляции то я всегда люблю повторять фразу в принципе я люблю повторить фразу все что связано с деньгами это как бизнес да и стоит это так рассматривать спекуляции это прям вот реально собственный бизнес и теперь просто давайте зададимся вопросом то есть из 10 вновь созданных бизнесов сколько выживает там через год ну дай бог 2 а сколько выживет там через пять лет дай бог чтобы из этих двух там трех остался один а сколько из этих кто остался до потом становятся amazon и microsoft ну сами понимаете там один процент из тех кто остался также в трейдинге то есть потому что здесь а определенная доля удачи б определенный набор психосоматических факторов да то есть вы должны уметь контролировать эмоции вы должны с ними бороться даты чтобы не попадать там в тильты и так далее плюс это огромное количество времени да для того чтобы бизнес вышел на окупаемость вам нужно потратить время на обучение на воспитывание в себе вот этих качеств да и не факт что у вас это получится и соответственно когда вы занимаетесь спекуляциями график действительно нужен когда вы заходите в сделку у вас должно сойтись некоторое количество сигналов которые будут говорить о том что сейчас здесь вероятность того что там цена пойдет вашу сторону в разы выше да там чем пойдет другую сторону тогда вы заходите в сделку выставляете себе лимит потерь либо же покупаете хедж если это активные инвестиции соответственно дальше просто отрабатываете вашу идею да вот конкретно данного входа него а если же мы говорим об обычных инвестициях когда вы сформировали себе портфель под цель под горизонт да сформировали его нужными классами актива в нужных пропорциях какой зачем график то есть что вы там будете смотреть и соответственно возвращаясь до к нашей теме то есть для обычного инвестора графики по большому счету не нужны то есть если мы будем возвращаться допустим в моей работе то есть у нас есть такая услуга как сопровождение ну или там в своих портфелях то есть и единственно для чего я в этих инвестициях использую графики это для того чтобы определить зоны где мне продавать путь опционы кстати напишите в комментариях если вам будет интересна эта тема я естественно сниму на эту тему ролик так вот что это за тема как можно улучшить доходность вашего портфеля до используя абсолютно простую опционную стратегию в остальном мне не нужен никак график то есть мне больше интересует там динамика рынка да то есть как бы не буквально недавно мы также рассматривали ролик можете тоже посмотреть что делать когда акции падают и вот там один из вариантов до был и не ленивый то есть когда акции падают мы можем увеличивать долю то есть было допустим аллокация на 60 процентов акций 40 процентов облигации вот рынок там полно 20 процентов мы делаем не 60 на 40 уже до обычную ребалансировку а допустим там 65 на 35 или 70 на 30 то есть ну зависимости от вашего подхода и там дальнейшего горизонта вашей цели и в данном случае мне тоже график не нужен мне просто нужна тенденция да то есть сколько там максимумов там насколько напал рынок все просто обычная цифра и обычное действие то есть и соответственно до возвращаясь то есть если вы планируете развиваться ну то есть вы себе сделали все эти целевые фонды наполнили сформули портфель у вас еще остались деньги до которые бы вы сходили в казино или же просто прогуляли главное время и желание развиваться там спекуляциях активных инвестициях тогда да тогда вам нужно будет изучать сам график то есть уметь читать его да то есть там уровнем поддержки сопротивления там разные паттерны то есть как себя ведет крупный участник и обязательно если вы вдруг будете углубляться в спекуляции я бы рекомендовал сделать упор также на объемы есть такое понятие как кластерные объемы да там дельта это очень помогает спекуляциях это естественно нужно да . бы накладываться на рынок то есть вы видите действие денег да как они где не заходят где не выходят и соответственно это увеличивает вероятность успеха до вашей сделки а если же вы думаете нужен ли вам график инвестициях ваших обычных или нет прям однозначно могу сказать что вам этот график не нужен поэтому не тратьте время на изучение бесполезных знаний лучше потратьте время на то чтобы изучить как распределить капитал как работают классы активов какие инвестиционные инструменты существуют и характеристики и это принесет вам куда больше пользы чем вы будете сидеть и копаться а как читать график что ж у меня на этом все оставайтесь с нами подписывайтесь на канал ставьте лайки если это было полезно и буду ждать вас новых видео пока пока